Студия Аудиокнига своими руками Захариус Топелиус, Кнут Музыкант Читают Катерина Ладова и Александр Водяной Жил на свете мальчик по имени Кнут Отца и матери у него не было И жил он у своей бабушки В бедной хижине на берегу моря Бабушка прила шерсть А Кнут ходил продавать ее в усадьбу Господина Петермана На деньги, которые приносил Кнут Бабушка покупала ржаную муку А из муки пекла лепешки Если выручка была хорошая На столе появлялось даже кислое молоко Однажды Кнут сидел на берегу В надежде выловить хоть несколько рыбешек И вдруг он увидел в песке Камышовую дудочку Кнут повертел, повертел ее И хотел уже бросить Но тут к его ногам Подкатилась большущая волна Не бросай ее Прожурчала волна Это волшебная дудочка Когда она поет Ой-ой-ой Все плачут Когда поет Трал-ла-ла Все смеются А когда поет Баю-бай Все засыпают Береги ее Она тебе пригодится Вот это находка Теперь-то я наловлю рыбки А вот бабушка обрадуется Порадовался Кнут Он дунул в дудочку И она запела Баю-бай 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 И сразу же рыба Скованная сном Всплыла у берега Но не успел Кнут оглянуться А на рыбу Как на приманку Со всех сторон Слетелись птицы Дикие утки Гуси Лебеди Кнут бросал в них камнями Размахивал удочкой Но все было напрасно А тут еще из-за мыса Показалась лодка В которой был сам Господин Петерман Он вскинул ружье И скоро почти все птицы Были перебиты Такой охоты У него в жизни еще не было Ты отличный музыкант Сказал господин Петерман Кнуту Смотри, сколько птиц Подманил своей дудочкой Сегодня Я приглашаю тебя на обед Кнут-музыкант Я угощу тебя Жареной уткой Ну, Кнут Много ли ты наловил рыбы? Спросила бабушка Наловить-то я ничего не наловил Зато сегодня Весь наш обед останется вам А я приглашу Господину Петерману На жареную утку Смотри, только Не ходи через Киокальский лес Сказала бабушка Там живет Всякая Нечистая сила Хорошо, бабушка Ответил Кнут А сам Подумал Какой смысл идти берегом Когда лесом Дорога вдвое короче Кнут простился с бабушкой И отправился в путь Он сразу свернул на тропинку Которая вела Прямо в Киокальский лес В лесу было темно И тихо Он углубился В самую чащу Вдруг стало холодно Пошел снег Вот чудеса Среди лета Зима наступила Он сделал еще Несколько шагов И не успел опомниться Как провалился В глубокую снежную яму Когда Кнут Встал на ноги Ни леса Ни тропинки Не было Он стоял В сверкающем Ледяном дворце Неуклюжие Неуклюжие снежные чучела Катались на перегонки Из угла в угол А посередине А посередине на троне Ну, я угощу тебя Получше Усмехнулся великан Эй, снежная чучела Принеси замороженной ртути Да побольше А потом Искупай его В проруби Тут Кнуту И пришел бы конец Если бы он Не вспомнил Про свою дудочку Кнут сунул ее в рот И дудочка Весело запела Тра-ла-ла Тра-ла-ла Снежный великан Весно трясся от смеха Ха-ха-ха-ха-ха-ха Он так хохотал Что голова его скатилась в плеч И разбилась в дребезги И все придворные чучела Тоже катались со смеху Пока совсем не рассыпались Даже стены дворца и те пустились в пляс, и скоро весь дворец развалился на мелкие куски. Снежный вихрь подхватил, закружил кнута и куда-то понес. Когда кнут очнулся, вокруг него снова был обыкновенный лес, и в лесу даже полянка, усеянная спелой земляникой. «Полакомлюсь немного», — подумал кнут. Он протянул руку за ягодкой, но, к его удивлению, все ягодки бросились от него в рассыпную. Кнут нагнулся пониже и увидел, что это вовсе не земляника, а крошечные лесные человечки, эльфы. Все они были в красных юбочках и красных колпачках. А на троне сосновых иголок сидела сама королева эльфов. «Ты раздавил тридцать моих подданных!» — в гневе воскликнула королева. «За это ты понесешь наказание! Эй, лесные пауки, сюда!» И сейчас же с деревьев спустились тысячи пауков и принялись опутывать кнута паутиной. Он хотел убежать, но не мог сделать ни шагу. Глаза ему залепила густая паутиновая сетка. Опутанный паутиной он свалился в траву. Эльфы прыгали вокруг него и смеялись. «Надо их как-нибудь обмануть!» — подумал кнут. «Послушайте, у меня есть дудочка, под которую можно отлично плясать!» Эльфы очень обрадовались. Четверо смельчаков вытащили дудочку из кармана и приставили к губам кнута. Кнут дунул, и дудочка запела. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» А эльфы заплакали так горько, что трава на всей полянке стала мокрой, будто от дождя. «Если не развяжете меня, так и будете весь век лить слезы!» Ничего страшнее эльфы не могли себе представить. И, громко всхлипывая, они бросились срывать с кнута паутину. Наконец кнут был свободен и снова отправился в путь. «Не опоздать бы к обеду!» — думал кнут, перерезая через ель, поваленную прямо на дороге. И вдруг он так и обмер от страха. Ель поднялась во весь рост, и кнут повис высоко над землей, зацепившись за ветку. «Кто посмел разбудить меня, королеву лесу?» — скрипучим голосом проговорила ель. «Простите, Ваше Величество, я думал, что вы просто обыкновенная ель!» — сказал кнут. «Эй, верный мой орел! Объясни-ка ему, кто я такая!» Кнут поднял голову и увидел огромного орла. Кнут хотел было спрыгнуть на землю, но колючие ветки крепко держали его за руки и за ноги. И вдруг неожиданно из кармана его куртки вылез эльф с волшебной дудочкой. Когда эльфы распутывали паутину, он провалился в карман кнута, да так и застрял там. «Играй!» — приказал эльф и приставил дудочку к губам кнута. И дудочка протяжно затянула «Баю-бай, баю-бай!» И сразу эль стала зевать, подтягиваться всеми своими ветками. И, наконец, со скрипом и кряхтением улеглась на землю. Когда кнут вылез из-под веток, весь лес спал непробудным сном. Вот так дудочка. А кнут пошел дальше и скоро выбрался на проселочную дорогу. Отсюда уже была видна усадьба господина Петермана. И все-таки кнут опоздал к обеду. Господин Петерман и его гости давно уже сидели за столом. «Что же ты так поздно?» спросил господин Петерман. «Ты же знаешь, что я обедаю ровно в четыре». «Прошу прощения, меня немного задержали. Снежный король, королева эльфов, королева лесов. А к королей неудобно торопить», сказал кнут. «Разумеется», усмехнулся господин Петерман. «И, наверное, тебя уже угостили по-королевски. Но чтобы тебе не было скучно смотреть, как мы едим, поиграй нам немного. Ты ведь отличный музыкант». Кнут вытащил свою дудочку и заиграл «Ой-ой-ой, ой-ой-ой», запела дудочка. А хозяин и гости отодвинули свои тарелки жареной уткой и заплакали навзрыд. «Знаешь, кнут», сказал сквозь слезы господин Петерман, «садись-ка лучше с нами обедать. Что-то твоя музыка не очень веселая». «Если вы так просите, я согласен», сказал кнут. Он уселся за стол и, как ни в чем не бывало, принялся за суп, пирог и жареную утку. Кнут был очень доволен, что проучил господина Петермана. А для бабушки кнуту удалось припрятать крылышко жареной утки. Возвращался кнут домой берегом. Ему пришлось пройти лишние две мили, и все-таки эта дорога была вдвое короче, чем дорога через Киекальский лес. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok